Вот, Маша, никакой ответственности вообще. Я сегодня открыла дверь. Я думала, Берта пойдет, покушает сено, травы на улице. Оставила ей дверь открытой. Нет, ее Зорька утащила. И через где-то полчаса в группе в деревенской сообщение, представляете? Сейчас покажу. Я сразу поняла, что отелилась Берта. Где-то там. Я поехала до пожарки, забрала своего теленка. Он сейчас у меня в стайке. Сейчас я поехала, повезла молоко. Надо искать срочно Берту, потому что теленок мелкий. Я думаю, что их два. Короче, я сейчас повезла молоко, а Артем сейчас будет запускать дрона, чтобы вычислить, где они. Потому что так просто смысла кататься нет. Куда они делятся, эти коровы? Надо искать и волочить ее домой. Потому что, во-первых, нужно напоить теленка. Он же сейчас жира... Знаете, его как накусали пауты? Это вообще... Вообще сегодня признаков никаких не было, что она отелится сегодня. Обычно у нее, да, на животе такая вот сиська такая молочная, вена опухает. Сегодня нет. Просто вот, наверное, просто в такую жару она пошла. И это просто было, ну, как у преждевременной роды, я думаю, скорее всего. Но теленок как бы нормальный, скачет. У меня он из машины чуть не выпрыгнул. Мне пришлось мужчину просить, чтобы он мне помог и его держать в дороге. Потому что... Потому что, потому что он бы у меня из окна выпрыгнул, этот теленок. Но сейчас, я считаю, самое важное, это найти корову. Мне нужно найти Берту. Если кто-то вдруг видит сейчас мою Берту, срочно мне напишите или позвоните. Может быть, здесь? Милка здесь. Тут, конечно, стайка целая, блин. Ты чья? Корова? И бык тут. Нет, Берты моей здесь нет. Так, здесь Берты нет. Ладно, значит, вначале я развожу молоко, потом еду до дома. Смотрим сверху, короче говоря, где может быть моя корова. И едем забирать ее домой. Эта звезда ведет всех. И Берту в том числе. Да, конечно, пипец, но, походу, мы не своего теленка забрали. Сейчас идет Берта, и у нее даже вообще вида никакого нет, что она телилась. Сика у нее чистая, как бы. Сейчас я еще теленка прощупаю у нее. Я еще ничего не поняла. Я, короче, сегодня катаюсь с чужим теленком. Зоря, 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 веди давай домой всех. Пойдем, пойдем. Да ты моя принцесса. Пипец. Кто отивился из этого табора? Я домой чужого теленка, походу, забрала. Нет, ну может быть и нет. Ну, если пойду пощупаю и есть, нет, там теленок у нее. Коровки деревенские чистенькие. Беренькие. Эти вообще две худые. Берта, иди сюда, иди ко мне. Иди, Берта, Берта, пойдем. В общем, теленок у Берты в животе. Я не знаю, она за мной вот идет сейчас комбикормом, я ее веду домой. А тот, чей теленок, я не знаю. Надо, короче, искать. Все. Разрулила ситуация, короче. Я не могу, блин. Это не мой теленок. Я посмотрела у Берты теленок в животе. И даже еще даже признаков, как бы, что она от меня убежала вообще. Вот так прыгала, Берта. Она еще не оттерялась. Я же говорю, что-то тут не то. Потому что, ну, не должна была она сегодня родить. Короче, теленок у меня в стайке. Сейчас я вам его покажу. Я не могу. Это, я позвонила ветврачу. И она сказала, у кого еще корова вот сейчас, в данный момент, у нас на сях. Вот. Вот это корова. Короче, это не моя корова. Мой теленок на месте. Ну, все, приехали хозяева. Сейчас заберут девочку маленькую. Сейчас я вам еще раз покажу ее, чтобы вы посмотрели, какие маленькие лапочки бывают. Хорошенькие теледки вообще. Сегодня, Вася, моя лисенькая лапочка. Телепочка совсем. Субтитры сделал DimaTorzok